Приветствую, друзья! Я Бахтина Елена, по специальности врач-кушер-гинеколог, генетик и уже давно натрициолог. И это видео будет полезно тем людям, которые не могут вечером закрыть рот. Нет, ну в смысле, весь день она паинька, она рассказывает, что она не ест. Она не ест картошку, она не ест сладости, она не ест всё, что содержит муку, например, и так далее. Но вечером как будто бы подменили. Это совершенно другой человек и съедается всё абсолютно, что находится дома. Это раз. Это видео для тех людей, которые гипуют. Что такое гипует? Это когда вы покрываетесь холодным липким потом, у вас мелкий тремор в руках и желание съесть вообще что-либо, но это что-либо, оно не белковое. Это то, что быстро даст большое количество углеводов кровоток. Не тормози, сникерсни или ещё там булочку какую-то, какую-то пиццу. В общем, в ход идёт всё абсолютно, вплоть до каких-то самых дешёвых иногда шоколадок. Нет, ну может быть, вы подъедаете дорогими шоколадками, но только не меняет это дело. Может быть, вы в инсулиной резистентности, вам уже доктор сказал. То есть, в смысле, вы длительное время имели лишний вес, а потом сломали углеводный обмен и началась инсулино-резистентность. Или вы уже в сахарном диабете второго типа. Это вот видео лично для вас, потому что мы сегодня поговорим о хроме. То есть, бывают такие состояния, если уберёшь дефицит по какому-то минералу, то становится легче. Например, хром – это нечасто встречающийся минерал. И если вдруг он закончился, а так происходит, что буквально вымывается он из организма, если человек использует большое количество мучных изделий, крахмалистых изделий. То есть, у таких людей быстрее формируется дефицит по хрому. И, соответственно, ситуация такова. Углеводный обмен чувствует себя намного хуже, чем мог бы, если бы этого хрома было достаточно. Из обычных продуктов питания хром взять потенциально проблематично. Это нужно прям много мясика есть, как ни странно. В мясных продуктах содержится какое-то количество хрома, нельзя сказать, что много. Как работает хром? Он помогает инсулину запихивать глюкозу внутри клетки. А это очень важно, чтобы это срабатывало. И те люди, которые доигрались до нарушения углеводного обмена, а именно до инсулинорезистентности, как там происходит? Инсулин выделяется в большом количестве. Он нажимает на нужный рецептор, и в результате этого нажатия рядом есть такие двери для глюкозы, портал такой для глюкозы. Он должен открыться, и глюкоза должна проникнуть внутрь клетки. А этого не происходит. Глюкоза остаётся снаружи, в кровотоке, и начинает проявлять себя с очень плохой стороны. Начинает убивать белки, гликировать. А внутри клетки глюкозы нет, и клетка орёт от голода. Ну, в смысле? Дайте же мне глюкозу, дайте же мне глюкозу. Вот такая вот история. Поэтому хром способен улучшить способности инсулина всё-таки открывать этот портал, что очень важно. И хром входит в структуру одного белка. Он называется фактор усвоения глюкозы. Он инсулиноподобный. То есть он заводит глюкозу внутрь клетки без нажатия инсулином на рецептор. А вот с учётом вот этого белка, белкового фактора усвоения глюкозы. И таким образом облегчает инсулинорезистентность. Па-бам! Вот он мой любимый хром. Это реально мой любимый хром. Хром-хилат. Хром-хилат. Причём хилат аминокислотный. Хром-хилат аминокислотный. Что такое хилат? Это хром, а это снаружи аминокислота или 1-2-3 аминокислотки, которые хилатируют, как клешня. Взяли этот хромчик в клешню, и этот хром точно будет усвоен, то есть его биодоступность выше, и точно принесёт вам много пользы. Этот хром мы используем в дозе 300-300 микрограмм. Есть рынки, я сейчас говорю, видите, NSP, есть вот такая эмблемочка, NSP, это очень высокое качество. Так вот, есть рынки, на которых в одной таблеточке как раз 300 микрограмм. Вот я тут держу, что продаётся на территории Украины и в Соединенных Штатах Америки. Вот, а есть рынки, где Министерство здравоохранения говорит, не надо 300 в одну таблетку. Давайте в одну таблетку соточку только будем разрешать использовать. Поэтому тогда вы просто три таких таблетки используете. Практические результаты. Первый подопечный у меня был мой супруг, который, это я на нём видела ситуацию. Вот он лежит в постели уже, он что-то слушает или что-то читает, и рядом с ним коробка конфет. Внутри желешка, снаружи шоколадка. И вот он берёт эту конфету, которую я не могу есть, она мне приторная, а он закладывает, придавливает, глотает. Следующую закладывает, придавливает, глотает. Следующую закладывает, придавливает, глотает. Когда он съел три конфеты, я была потрясена. Когда он засунул уже пятую конфету, я сказала, остановись. А что? А ничего. Это непреодолимая, это ломка. Он не мог просто без этого, понимаете? Так вот, эту ломку нужно остановить. И Хром это делает. Так вот, он пропил одну баночку и перестал жрать конфеты. Но переключился на фрукты. Поэтому он пропил ещё одну баночку, и я стала знать, что такое голод. Почему я до этого не знала, что такое голод? Потому что мой супруг раньше хотел есть, всегда раньше меня. Поэтому, кто хочет есть, у нас в семье так, кто-то готовит. Ну, в смысле, тот начинает думать, куда пойдём, или на что-нибудь приготовим и так далее. Ну, я есть не хотела. А он чаще хотел. Поэтому как-то ему и доставалось. А тут он выпил этот Хром. Я понимаю, что я голодная. Юра, почему мы не кушаем? Ты что, не хочешь кушать? Он говорит, да нет, не хочу. То есть, смотрите, что произошло. Его порции стали такими же, как мои порции. То есть, они уменьшились в два раза. Теперь мы едим одинаковые порции еды. Он стал хотеть реже есть. Он сейчас реально на двухкратном питании. И у него абсолютное равнодушие к сладкому и к мучному крахмальству. Вот такой вот вариант. Поэтому, пожалуйста, используйте. Тем более, что я очень люблю, как делают компоновку биологических активных комплексов компании NSP. Потому что они создают прям вот формулы, которые действительно работают. Кроме хромхилатной формы, здесь для улучшения всасывания есть кальций, фосфор и смесь трав. Хвощ обычный, полевой. Это источник еще кремния органического. Красная клевер, червонок конюшина. Это штука, которая позволяет улучшить течение лимфы и дырвий на земной части. Вот такая вот и травяной комплекс, и хром, содержащий комплекс одновременно. Поэтому, друзья, почему я начала с тех, кому обязательно нужно использовать хром. Вот не гневите Бога, используйте хром, пожалуйста. Если вы знаете о себе, что вы гипуете. Гипуете я вам объясняла. То есть уровень глюкозы иногда падает ниже нормы. Поэтому вас трясет, и вы делаете пищевые ошибки. Если вы подъедаете по ночам, если у вас высокий вес, если вы про себя знаете, что вы в инсулино-резистентности или, не дай Бог, в сахарном диабете, а также, если у вас плохая липидограмма, как результат нарушения углеводного обмена, пожалуйста, используйте хромхилатную форму. Сделайте так, чтобы вы были свободны от еды. Если вы параллельно с использованием хромохилатной формы еще придете в систему старости нет, где, вот я обещаю, что я вас научу питаться совершенно другим способом. Понимаете, проблему, допустим, лишнего веса или инсулино-резистентности можно решить тем же самым путем, как вы ее заработали. То есть через ложку, через вилку. Поэтому в системе старости нет. Мы с вами рассчитаем рацион, его немножечко поменяем. Вы будете сыты, вы будете тепленькие, вы будете накормлены, вам будет всегда хорошо, тепло и уютно. Вы забудете, что такое голод. Вы к этому привыкнете, привыкнете к стилю питания. Это будет низкоуглеводное питание. И будете отдавать каждую неделю сантиметры и килограммы, каждую неделю, пока придете в свое идеальное весо-ростовое соотношение. А потом мы подумаем еще немножечко о том, как поддерживать и развивать этот результат в течение всей жизни. А хром просто вам в этом поможет через биохимический механизм, который я вам рассказала. Вам хороших результатов. Присоединяйтесь.